Две головы лучше, чем одна. А вот главу муниципалитета достаточно и одного. В четверг, но в неочередном заседании регионального парламента, обсуждалась инициатива губернатора области. Согласно ей, главу любого муниципального образования региона должны будут избирать по конкурсу местные депутаты. Избранный глава будет одновременной главой администрации этой территории. Поспешность законопроекта вызвана тем, что в ближайшие дни у нас у многих глав муниципальных образований закончатся сроки полномочий. И безусловно, что действующие редакции закона и уставы муниципальных образований предполагают старую систему выборов глав муниципальных образований. В связи с этим мы рассматриваем несколько другое предложение Павла Алексеевича на предмет формирования местных органов власти. Законопроектом, помимо прочего, изменяется срок полномочий универсального главы с пяти лет до двух с половиной. Правда, в административном центре этот период останется прежним. Отдельное внимание парламентарии посоветовали уделить процедуре досрочного прекращения полномочий управленца. Процедура отзыва у нас, соответственно, будет присутствовать, но, как вы понимаете, это сложнее гораздо, чем просто расстроен контракт с главой администрации муниципального района. Нет, вопрос о том, что человек представляет. Сейчас данный вопрос, хочется понять. Ну хорошо, полгода человек не исполняет полномочия, не подписывает, например, какие-то документы, которые влияют на работу муниципалитета. Причем здесь два с половиной года ждать. Мне бы хотелось обратить внимание, что вот когда будут менять уставы, чтобы вы тоже подсказали, вот эту процедуру, наверное, в уставах нужно прописать. Понимаете, чтобы потом не... потому что там есть очень много вопросов, которые можно два с половиной года, пять лет будет сидеть человек, ничего не делая, его не уберете. Законопроект, несмотря на наличие нареканий со стороны некоторых депутатов, был принят в двух чтениях. Из 26 парламентариев лишь два проголосовали против. Регион в настоящий момент остановился этим законом на модели, при которой глава муниципального образования будет еще и руководить администрацией муниципального образования. Что, в свою очередь, с одной стороны, конечно же, позволит сократить и расходы на обслуживание аппаратов, да, и того, и другого. Потому что все-таки раньше было два органа, теперь это будет один. Но и в то же время, на наш взгляд, мы тоже об этом говорили, и мы от вас это никогда не скрывали, о том, что конфликтность, она все-таки возникает между двумя органами всегда, это же люди. В данном случае этот закон, эти конфликты сводят на нет. Уставы всех муниципальных образований региона будут приведены в соответствии с новыми нормами уже спустя три месяца после вступления закона в силу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.